Здравствуйте, друзья. Освободители. Поменял ногу на Ниссан Кашкай, но дома такому герою оказались не рады. Оскорбления и угрозы вместо сочувствия и уважения. Участник СВО Пскович Андрей Ползахновский пытается отстоять свои законные права перед соседями по жилому комплексу. Отдельную парковку сделали для героев СВО, чтобы они хвастались, на что можно поменять руки и ноги. Машина необходима, потому что живу я, так скажем, почти за городом. На автобусе очень тяжело добираться по времени. Андрею Ползахновскому 22. 9 месяцев назад в зоне СВО он подорвался на мине. Лишился ноги, но сумел сохранить силу духа. Сумел в 22 года заработать на Ниссан Кашкай и выставить его во дворе, чтобы все остальные завидовали. Ходить на протезе на большие расстояния Андрею непросто. Паркуется рядом с подъездом. Культурный просил людей оставить мне в парковочное место, выйти, переставить машину, но, к сожалению, люди очень сильно против этого, то, что я пользуюсь в своем положении. Андрею написали, послушай самовар, «Ты живешь за наш счет, машину с квартирой купил за наш счет, и даже твой протез оплатили мы, платя государству налоги». Так что сиди тихо, не гони на жильцов, не нарушай правила, все равно скоро не будет у тебя ни машины, ни квартиры. Вот, послушай самовар, «Ты живешь за наш счет, машину с квартирой купил за наш счет, да даже твой протез оплатили мы, платя государству налоги. Так что сиди тихо, и не гони на жильцов, которые не нарушают правила». Вот этот человек, как бы он не скрывает даже слова в лицах, мы идем туда за правду, «Но как бы вернувшись в гражданскую жизнь, встречаются, к сожалению, такие люди. И понимаешь то, что как бы у нас не все люди адекватно…» «Не все люди адекватно реагируют на то, что я за деньги поехал убивать ни в чем невинных людей. Какая вопиющая несправедливость». «У дома Андрея целых пять парковок для людей с ограниченными возможностями. А, например, в доме напротив всего одна. У двух соседних домов парковка тоже только для двух автомобилей. Вот и возникает вопрос, неужели в четырех-деятиэтажках живет всего восемь человек?» «Да нет, конечно. Просто остальные под Авдеевкой припаркованы».